Можно ли совершать намаз с каплей крови на одежде? Можно ли читать наизусть Коран, не дотрагиваясь до него, без малого омывения? Имеет ли право невеста просить в качестве махера больше денег, чем установлено в местности, где она живет? Моей дочке 6 лет. Нужно ли ей покрывать волосы, когда ложимся спать? Бسم الله الرحمن الرحيم Можно ли читать наизусть Коран, не дотрагиваясь до него, без малого омывения? Да, Коран наизусть читать можно вслух, при отсутствии малого омывения, но дотрагиваться до него, брать в руки Коран без омывения нельзя. Моей дочке 6 лет. Нужно ли ей покрывать волосы, когда ложимся спать? В принципе, и более взрослому человеку, женщине, когда она ложится спать, необязательно скрывать волосы. И если это 6-летняя девочка, то тем более это необязательно. Имеет ли право невеста просить в качестве махра больше денег, чем установлено в местности, где она живет? Нет. У женщины, это право женщины, махр, поэтому независимо от того, что установлено, что принято в данной местности, она имеет право попросить то, что она хочет. Это ее право, ее хак, и в этом ограничений так таковых нет. Но желательно, чтобы чем в рамках возможного, да, разумного, когда девушка просит махр, чем меньше махр, тем больше барраката, как говорится, в семье бывает. Лучше, конечно, чтобы большим махром не обременять сторону жениха. Да, если это всего лишь одна капля, то в такой одежде намаз считается действительно. Некоторые люди, чрезмерно любопытные, бывают, интересуются личной жизнью человека, даже видя, что он не хочет об этом говорить. Тот даже максимально тактично хочет намекнуть этому человеку, что он не хочет вести разговор на этот счет, но, тем не менее, настойчиво продолжать выпращивать у него, узнавать какие-то детали, это не качество верующего человека. Потому что тебя это не касается, тебе это не нужно. Ни в этом мире, ни на том свете. Пророк, алейхи саляту вассалям, сказал, «Мин хусни исламил мар и таркухума аля ями». Красотой ислама верующего человека, то есть качеством верующего мусульманина является оставление того, что его не касается. Говоря общеизвестной фразой, хоть и грубой, но уместной, не совать свой нос куда не нужно. В другом хадисе, когда один человек пал смертью шахида, мученика, другой говорит, «Обрадуйся раем». А что пророк, алейхи саляту вассалям, отвечает, ему говорит, «А ты откуда знаешь?» Может, он говорил то, что ему не касается. Даже такая высокая степень, как степень шахида, мученика, ставится под сомнение из-за того, что человек ведет ненужные разговоры, влезает в то, что его не касается. Таким образом, мы видим, что вот эти лишние разговоры, излишнее любопытство – это все порицаемо. Субтитры создавал DimaTorzok